Привет, ребята, с вами появимся в Польше, в Олаве, в Парку, как бы, мы еще тут впервые сюда идем, очень красивая природа, сзади у меня там был мостик и речка, очень все хорошо ухажено, что самое интересное, что в Польше не заметишь, тут камышей, где-то такие, как бы, какие-то мусоры, все остальное, все так красиво ухожено, такие, как бы, такие, куча лис, красиво просто. Привода красивая, куда идти? Мы пропустили, нам по той дорожке здесь. По какой? Пошли сюда. Ну, пошли сюда, короче, очень красиво здесь вместе, очень, таки, красный парк. Мы с тобой идем заранее на торговый центр, в котором мы еще не были, очень красивый там. Хочем посмотреть саму обстановку там, какие цены и так далее, бо мы на той стороне, как бы, в торговый центр еще не были. Пойдем, молодежь, вот, говорится. Ну, как говорится, говорят, что на Украине очень красивая природа и так далее, но, если честно, в Польше она набагато лучше, потому что здесь ухаживают и здесь очень строго относятся к нарушителям, можно сказать, природы. Тут жесткие законы, очень сильно штрафуют те, кто может убить какую-то там птичку, какую-то, может сказать, насекомое, какое-то животное, то есть запрещено убивать. Здесь очень следят за природой и за ней ухаживают. И по таким лесам, вот, по таким стежкам, вот, приятно идти. И, кстати, это находится в городе, мы находимся, мы сейчас пришли, как бы, в центральный их парк. Вот это такой у них парк, короче, это очень красиво. Вообще, Польша зеленый город, а такие вот местности напоминают просто Украину. Только в такой, можно сказать, досконалой форме. Бо заряд даже у меня в Славуте идешь по лесу, куча мусорников, все завалено, воняет, все вонит. А тут все так ухожено, красиво. Мне вот нравится здесь вот быть, вот Польша там, это то место, где хотелось оставаться жить. Так вот тут, как говорится, ну реально, жизнь классная. С собачками гулять. Кстати, собаки здесь вот видно, что люди переди мной с собакой гуляются. А я их пройду, то побачите, то собаки здесь все в намордниках. То есть нельзя собаками так... Ну, есть такие шафки, которые не безобидны, то есть безмордники. А вот такие все собаки, вот, например, как эта собачка, то эта собачка как бы в наморднику, потому что здесь запрещено. Можно сказать, так, бегулю его тебе с намордника. И это даже хорошо, потому что в Украине иногда видишь таких собак, и огромных ведут, то хочется десятою дорогою убить ты, потому что здесь очень классный вид, потому что я буду заканчивать видео. Мы же снимем видео, где-то, 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 где-то. Можно закинуть на украинскую карточку, потом... Ну, короче, GetInBank закинуть польский, который сотрудничает с Идеейбанком. Там зараз можно без % любую сумму переводить. Ну, вроде, любая сумма до 30 000 злотых, не больше. То есть можно переводить. То есть, можно сказать, такую сумму буду переводить там, можно сказать, на Украину. А потом уже с Идеейбанка буду переводить на приватбанк и уже буду положать все мои кредиты, которые еще на Украине есть. Короче, так, ребята. Ну, вообще, очень красивый парк. Если посмотреть, я так помаленько пойдусь. Ну, очень все красиво. Это Польша, как бы. Говорят, на Украине очень красиво, но здесь в Польше вообще шикарный вид. Просто супер. То есть приезжайте в Польшу, если хотите насладиться чистой природой, без мусора. Все, что в гармонии, ну, как бы здесь. Как бы хотите увидеть много животных, мы ездили в поездке. То я бачил оленей бегают так свободно по лугу, как бы. Ну, по полям бегают оленей. Как бы их никто не трогает. То можно и оленей побачить на природе. Не надо все в парке платить деньги, чтобы посмотреть. Ну ладно, на этом все. То есть я сниму еще пару видосов. Следующий, кстати, подписывайтесь на канал. Я буду выкладывать много видосов по поводу моего пребывания здесь. Я ж здесь около двух недель, но я много чего узнал. И этим я делюсь в своих видео. То подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите также под видео, чтобы я вас добавил в Viber. Это для тех, кто хочет ехать в Польшу. Мы, как бы, создали группу Viber. И там мы всех добавляем. Там мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жилья, работы, разных агентств и так далее. И разных социальных помощей, которые есть в Польше. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока. Пока.